Девушки отдыхают Добрый вечер, дорогие друзья! С вами в эфире «Энергия. Удача» на Рико ТВ. И мы с удовольствием говорим вам «Здравствуйте!» До Нового года осталось ровно 11 дней. Сегодня моей соведущей будет очаровательная девушка с очень красивым именем Ильяна. Ильяночка, Новый год чувствуется? Конечно, чувствуется. Судя по тому, сколько народу в Торговом доме энергия, это, наверное, еще больше прибавит вам народа. Ну, естественно. Скажи, что ждешь от Нового года? Ну, новых впечатлений. Надеюсь, под бой курантов мое желание исполнится. Ну, желание не буду спрашивать. Я думаю, что у каждого есть та сказка, в которую верит каждый из нас перед Новым годом. Итак, на календаре 20 декабря. И в эфире «Энергия. Удачи». Совсем скоро мы у вас познакомим с нашими участниками и спросим у них, чего же они ждут от Нового 2016 года. Мы начинаем, дорогие друзья, с наступающим вас. И это «Энергия. Удачи». И под аплодисменты мы приветствуем в нашей студии сегодняшних участников. Ты знаешь, по-моему, эти ребята уже у нас как-то бывали и пришли снова. Видно, хотят выиграть наш главный приз. Давайте знакомиться. Меня зовут Фаина, мне 16 лет. Я учусь в третьей школе, в 10 классе. Фаиночка, скажи, пожалуйста, а ты веришь в Деда Мороза? Нет. Не верю, да? Ну, тогда рассказывай, какой бы подарок ты хотела бы получить на Новый год? На Новый год? Ну, в принципе, у меня все есть, так что, наверное, только так духовного, как бы, благословительства. Духовной поддержки. Ну, чтобы все было хорошо в семье. Чтобы было все хорошо у родных. Ну, что ж, здорово. Давайте поаплодируем Фаине. Молодец, Фаиночка, я знакомлюсь с нашей второй участницей. Меня зовут Фариза, мне 15 лет. Я учусь в школе Шамирак в 9 классе. Отлично. Скажи, какой бы подарок ты бы хотела? На Новый год я бы хотела, наверное, братика. Братика? Ну, надо тогда родителям как-то сказать об этом. Скажи, намекнуть. Вот ты одна в семье? Нет, двое у нас. Двое. Хорошо. То есть ты, получается, сейчас младшая? Старшая. Старшая. Так и еще братика надо. Слушай, какая ты молодец. А есть ли заветное желание? Заветное желание? Ну, вот оно. Вот и подарок, вот и желание. Знакомимся с нашим джентльменом, который сегодня среди девушек участниц нашего проекта. Здравствуйте, меня зовут Акжол, мне 13 лет, я учусь в 26 школе в 8 классе. Отлично. Скажи, все равно у тебя есть какое-то желание, и ты хочешь, чтобы оно исполнилось? Что это за желание? Ну, мое желание, ну, чтобы в семье было все хорошо, и, ну, вот и все. Вот и все. Ну, у нас скромные какие-то участники, но, тем не менее, дорогие друзья, сегодня наш предновогодний выпуск, но у нас темы будут не предновогодние, а довольно-таки сложные, потому что все мы хотим сделать подарки своим родным и близким, но чтобы их сделать, нужно что? Деньги. Нужны деньги. Фаина знает сразу, для того, чтобы купить что-то, нужно заработать. Вот сегодня вы, собственно, и будете зарабатывать. Давайте посмотрим темы эфира, которые ждут нас сегодня. Внимание на экран. Так, сегодня у нас иностранный язык, анатомия, зоология, искусство, музыка вокруг нас, природа и мы. За каждый правильный ответ вы получаете денежный приз. Тот участник, который набирает наибольшее количество правильных ответов, мы ему предлагаем принять участие в супер-игре. Главный приз – это за короткое время выиграть 10 тысяч тенге. Вы можете отказаться от супер-игры и забрать ту сумму, которую вы зарабатываете в первом туре. Если вы допускаете ошибку по выбранной теме, не можете ответить на вопрос, мы обращаемся к нашим телезрителям, которые оставляют свои заявки через социальные сети, а также звонят к нам в будние дни и оставляют свои координаты. Если вы, уважаемые телезрители, не знаете, как это делается, то мы вам объясним. В будние дни, то бишь с понедельника по пятницу, вы можете звонить по номеру 21 30 39, оставляйте свой телефон, ну а мы в процессе по очереди будем с вами созваниваться, когда наши участники будут допускать ошибки. Ну что, готовы? Да. Тогда мы начинаем. Итак, выбирайте, Фаина, первую тему. Анатомия. Анатомия. Ой, сложная тема. Ну, давайте. Интересно. Самая сильная мышца в человеческом организме. Зубы. Это язык. 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 Первая была Фаина, и это действительно язык. Но не будем мы показывать сегодня язык. Фаина, выбирайте следующую тему. Еще раз, Антония. Давайте. Самое умное, хитрое и наглое создание на земле. Человек. Первая была Фариза. Пожалуйста, слушайте вопрос, и только потом нажимайте на кнопочку. Фариза, ваш код? Иностранный язык. Иностранный язык. Кстати, в каком языке вы сильны, Фариза? В русском. В русском. Хорошо. Значит, уж сам уж не втерпешь. Пишут себе знаковый знак. Молодец. Отлично. Итак, назовите самый сложный язык в Европе по мнению европейских лингвистов. Английский. Первая была Фариза. Это действительно английский язык. Фариза? Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Итак, звучит композиция, вам нужно угадать либо исполнителя, либо название песни. И тот, и другой ответ считаются правильными. Внимание. Зимфира? Молодец. Это действительно Зимфира. Умница. Выбирай Фариза. Фариза, выбирай, выбирай Фариза. Давайте искусство. Искусство. Итак, для какого произведения прототипом главной героини в романе Льва Толстого послужила дочь Александра Сергеевича Пушкина? Анна Каренина. Первая была Фариза. Ой, Фаина, простите. Фаина. Да, это действительно Анна Каренина. Ну-ка, прочитайте нам что-нибудь. Я не помню, просто мы изучали в начале этого года. Да? Да, я помню факты некоторые. Ой, какая ты молодец. Помню факты. Ну, хорошо. Выбирай. Анатомия. Анатомия. Сколько времени необходимо нашему глазу, чтобы полностью адаптироваться к темноте? Хорошо, ребята, подумайте. Вопрос очень сложный. Очень сложный. Кажется, 60 минут. Час. Первая была Фариза. Час. Час. Вы уверены, Фариза? Да, уверена. Да, это действительно час или 60 минут. Фариза – ваш код. Ребята, вы слушаете до конца вопрос и только потом нажимаете на кнопку. Искусство. Искусство. Итак, сколько лет? Очень сложный вопрос. Я дам даже варианты ответов, только послушайте, ладно? Сколько лет Леонардо да Винчи целовал губы Мона Лизы? Вариант ответов – 10, 1 год или 12 лет? 12 лет. 12 лет, да. Не торопитесь, пожалуйста, не торопитесь. 12 лет. Это правильный ответ. Фаина, ваш код. Зоология. Зоология. Назовите животное, которое появилось на земле на 48 миллионов лет раньше, чем люди. Крыса. Первая была Фаина. Фаина, да. Фаина, 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 Фаина. Айна, на, выбирай. Анатомия. Анатомия. Итак. Назовите органы, которые растут в течение всей нашей жизни. Глаза, уши, нос, нос. Нос. Правильно, правильно, Фаина, это действительно, слушайте, у нас жарко играло. Вот как мы разогреваемся перед Новым годом. Умственно, умственно, друзья. Выбирайте, Фаина. Анатомия. Анатомия. Ну, последний, последний вопрос. По этой теме. Да. Что уникально у каждого человека? Отпечатки пальцев. Ничего себе, да! Это отпечатки пальцев. И Анатомия. Они одновременно нажали на кнопку. То бишь, кого мы выбираем, или а ты за него следишь. Может быть, дополнят еще отпечатки пальцев. И еще. Глаза. И отпечаток. Языка. Да, хорошо, договорились, да. Это действительно я подсказал. Уважаемые зрители, простите за этот жест телеведущего. Хорошо. Ладно, засчитаем. Я думаю, Фаина не обидится. Фаина. Зоология. Зоология. Ребята, выслушаем вопрос и нажимаем на кнопочку. Так, зоология. И вопрос. Это животное обитает в подводном мире. Его отличительная особенность – это наличие сердца размером в современный автомобиль. Это кит. Первая была фриза. Кит. Ваш ответ – кит. Молодой человек, у меня к вам просьба, пожалуйста. Вы не выкрикивайте, если вы даже знаете, правильно. Нажимайте. Надо нажать на кнопку и только потом отвечать на вопрос. Хорошо? Договорились? Что-то он огорчился. Смотрите, огорченный наш сегодняшний Акжол. Акжол, все в порядке? Все нормально? Сейчас он подтянется, догонит. Да? Мы тебе верим. Девушки, ну дайте возможность Акжолу ответить. Где солидарность женская? Ну-ну-ну. Так, выбирайте тему. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Итак, слушаем композицию. Песенка «Мамонтенка». Совершенно верно. Песенка «Мамонтенка». Браво, молодец. И? Искусство. Искусство. Итак. Назовите древнегреческого бога войны. Эрес. Блин. Эрас. Ас. Акжол. Что-то в этом роде. Да, да, да. Это бог как-то на одну переставит. Тихо, тихо, тихо. Еще раз, воина. Эрес. Эрес. Совершенно верно. Да. Выбирайте. Зоология. Зоология. Житель океана, который спит с одним открытым глазом. Дельфин. Да, дельфин, верно. Иностранный язык. Иностранный язык. Назовите самый распространенный звук. Он входит в алфавит более чем 65 стран. А? Нет. Нет. Фариза. Вариант ваш. О. О, верно. Да. Играйте. Окей. Зоология. Зоология. Итак. Животное, способное носить на себе груз массой в 50 в 50 раз больше. Муравей. 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 Нет ни муравей, ни муравей, да. Это муравей. Это муравей, действительно. Это все-таки муравей. Зоология. Зоология. И последний вопрос. Назовите животное, у которого язык длиннее, чем его тело. Хамелеон. Да. Правильно, молодец. Ну, дайте возможность Акжолу. Акжол, это же вперед. Вперед, Акжол. Итак, Реза. Музыка вокруг нас. Музыка вокруг нас. Кстати, тема зоологии и анатомии у нас закрыты. остается искусство, иностранный язык, природа и мы и музыкальный вопрос. Итак, звучит композиция. Слева, какие варианты ответов у вас? Акжол. Очень популярная исполнительница. Почему? Акжол. Да, 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 да. Это, это она. Да, она одна. И ее зовут Ильяна. Подскажи. Подскажи, Ильяна. У нее есть приемные дети, да? По-моему, да. Дженнифер Лопес. Совершенно верно, да. Это действительно Дженнифер Лопес. Париза, выбирайте тему. Остановимся на музыке, может быть? Давайте природа и мы. Природа и мы, давайте. Итак, ледяные, простите, кристаллики на почве и траве при весенне-летних замах. Это роса. Это не роса. Это не роса. А, иней. Тихо, тихо, тихо. Все, вы не можете ответить. Иней. Иней. И, и Акжол отвечает верно. Да, это действительно иней. Акжол, выбирайте. Выграйте, Акжол. Давайте искусство. Искусство. По-моему, еще один вопрос. Современное течение в стиле граффити, развитое во многих странах мира. 3D граффити. 3D, верно, 3D граффити. Давайте, Фаина сегодня просто отжигает у нас. Штет, штет. Отжигает, да. Фаина точно на подарок сегодня, наверное, заработает. Природа и мы. Природа и мы. Естественно, водоем это? Аузеро. Верно, да. Выбирайте. Искусство. Искусство. Итак, 3 крупнейших кинофестиваля в мире. Это 3 крупнейших кинофестиваля мира. Это у нас, ребята, крупнейший кинофестиваль. Хотя бы два назовите. Кто нажмет на кнопку? Итак. Как? А если один знаешь? Ну, называй. Может, хотя бы один. Хотя бы один. Дубляшный? Какой? Дубляшный. Какой? Клубняшный? Нет, дубляшный. Клубняшный? Дубняшный. Нет, да, да. Клубняшного такого кинофестиваля нет. Я один знаю. Называй. Бельгийский. Бельгийский? Да. Нет. В Бельгии может проводиться кинофорумы, но кинофестивалей в таких масштабах там нет. Фаина? Нет. Итак, уважаемые телезрители, у нас, к сожалению, нет времени с вами связаться, и поэтому мы с Ильяной назовем сами правильный ответ, чтобы вы не обижались. Это Каннский, Венецианский кинофестивальский и Берлинский. Ну что ж, а пока мы подводим итоги первого тура. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. Потому что 10 тысяч тенге могут достаться одному из вас, уважаемые, любимые телезрители. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. И снова с вами энергия удачи. Итак, итоги уже есть. Итоги наши. Фаина набрала 5 тысяч тенге, поздравляем ее. Фариза набрала 5 тысяч с половиной тенге. Как-то слабенько, знаешь, Ильяна, Фаина, главное, ей аплодисменты были хорошие. А вот Фаризе не аплодируйте. Давайте Фаризе, молодец. И Акжор, Акжол набрал 500 тенге. Акжол еще громче. Еще, еще. Поаплодируй сам себе. Друг мой, ты что, расстроился? Ну, это первая игра. Мы тебя пригласим еще в программу, не переживай. И ты сможешь там проявить точно уже и ясно свои знания. Вот так вот у нас переживают участники. Обратите внимание. Хотя это всего лишь игра. И по итогам программы сегодняшнего эфира, 20 декабря, мы предлагаем Фаризе, потому что у нее наибольшее количество правильных ответов, но зарабатывает 5 тысяч 500 тенге, принять участие в супер игре, где главный приз это 10 тысяч тенге. Готова ты или нет? Готова. Но имей в виду, если ты неправильно отвечаешь на вопрос супер игры, вся сумма сгорает, из нашей студии ты уходишь без ничего. Я согласна. Согласна? Да. Итак, сейчас мы связываемся с нашим телезрителем, потому что именно ему может достаться главный приз 10 тысяч тенге, либо Фариза, либо наш участник, которого мы будем только слышать, но не видеть, и узнаем, какую тему он выберет для тебя. Именно по этой теме ты будешь отвечать на вопрос. Правильно ответишь, деньги твои. Неправильно, уходишь без ничего. Добрый вечер. Добрый вечер. А как вас зовут? Здравствуйте. Руслан. Руслан, скажите, пожалуйста, вы уже все приготовили к Новому году? Ну, готовимся. Всем подарки купили? Нет, еще не всем. Не всем. Хорошо. Итак, наша участница сегодня это Фариза. Она учится в школе, хорошо отвечает на вопросы и готова выиграть 10 тысяч тенге. А вы, Руслан, готовы выиграть эти деньги? Ну, да. Ну, да. Как-то не очень, знаете, уверенно рассказать. Смотря какой вопрос будет. Хорошо. Итак, на экране сейчас появляются темы, я вам озвучу их. Это иностранный язык, искусство, музыка вокруг нас и природа и мы. Какую тему вы выбираете? Пусть будет искусство. Искусство. Хорошо. Вопрос, связанный с искусством. Последний. Итак, какой бы выбрать? Последний наш вопрос. У вас будет ровно одна минута, если она вам понадобится. Если нет, то нет. Какие медали в 90-х годах вручались художникам, хотя сейчас таких медалей удостаиваются только лучшие спортсмены? Каких медалей? Итак, Фариза, если знаете ответ, можете ответить. Если нет, то подумайте. Время пошло. Какие медали в 90-х годах вручались художникам, хотя сейчас таких медалей удостаиваются только лучшие спортсмены на лучших мероприятиях? Олимпийские. Вы уверены? Да. Точно? Да. Может, подумаете еще? Нет, олимпийские медали. Нет? Сейчас. Нет, я уверена. Уверена? Да. Вы точно уверена? Да. Ну, тогда поздравляйте саму себя. Поздравляю. Это действительно олимпийские медали. И мы желаем вам, чтобы все исполнялось в новом 2016 году. Фаина у вас, Фариза у вас, Акжол, улыбнись. Ну-ка, давай поздравляем всех с наступающим Новым годом. С наступающим Новым годом. Буду краток. Всех с наступающим Новым годом. Всем счастья и удачи в Новом году. Ну что ж, мы прощаемся, Фаина и Акжол с вами. А Фариза определит одного счастливчика среди покупателей торгового дома «Энергия». Этой недели остановитесь на красном. Новый год, новые скидки, новые товары и продукции в торговом доме «Энергия» по адресу проспект Санкеба-Батыра, 72. Санкеба-Батыра, Это «Энергия удачи». Предновогодний выпуск и 20 декабря, дорогие друзья, и сегодня наша победительница Фариза определит одного счастливчика. Приобретая товар в торговом доме «Энергия», вы становитесь участником данной лотереи. Итак, Фариза, пожалуйста, вытягивай один купон и сегодня мы узнаем, кому же достанется завтра, 21 декабря, перед новым годом, подарок от торгового дома «Энергия». Это купон с номером 02-17-77. Итак, мы от всей души поздравляем участника с номером купона 02-17-77. И хочу также поздравить Ильяну и Фаризу, а также всех наших участников этого года с наступающим новым 2016 годом. Увидимся через неделю, через 7 дней на РИКО-ТВ в воскресенье 19-20 в проекте «Энергия. Удачи». Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!